Доброе утро, друзья! Ну давайте разберемся с санкциями, потому что вчера было много спекуляций по поводу Беларуськалия и попал он под санкции, не попал. Действительно, под санкции Евросоюза он вроде и попадает, ну с 8 декабря окончательно, но вроде бы норвежская Яра зарезервировала за собой права приостановить эти санкции в плане того, что долгосрочные контракты должны быть выполнены до конца. Самые долгосрочные контракты, которые там есть, по-моему, это полгода или год, это ничего не дает. Кроме того, тот же самый Беларуськалий попал под английские, американские санкции. Соответственно, все равно Литва возить, просто опираясь на даже британские, американские санкции, возить ничего не будет. Также под санкционный каток попали Слав Калий, потом экспортный трейдер, это того же самого Беларуськалия, белорусская калийная компания и масса других компаний. Тот же Гродно Азот, я не буду всех перечислять, их реально много. То есть, де-факто под санкции попали компании, принадлежащие Дмитрию Лукашенко, принадлежащие кошельку режима Гуцериеву. То есть, на Западе прекрасно знают, кто именно генерирует самое большое количество денег для режима. Соответственно, просто взяли их всех вместе и выпилили. Можно сказать, что даже если санкции, вы знаете, Евросоюза, Великобритании, Канады и США в чем-то не совпадают, то это может быть и хорошо. Потому что у каждого из стран есть какие-то свои фигуранты, которые не совпадают с фигурантами других стран. Дело в том, что это может и хорошо, потому что все равно, даже если ты попадаешь под санкции той же Великобритании, работать с тобой уже никто не станет. Просто есть боязнь, что Англия в один прекрасный момент возьмет и закроет тебе самому кислород и работать ты больше не сможешь. А кому-то такое надо, скажите мне. То есть, еще один момент. Литва. Литва в любом случае перекроет движение для любых поездов в сторону Порта Клайпеда, просто чтобы не нарываться на санкции соответствующей страны. И тут уже без разницы, кто на тебя наложил эти санкции. Они просто не доставят свой товар. Первое. Второе. Активы же заморожены. То есть, я не вижу возможности какой-то для Лукашенко получить сейчас хоть какие-то деньги с Запада. Может, я разделал какие-то предоплаты. Вот эти деньги останутся. И то, любые переводы, например, в долларах, они все равно делаются через США. Как он там будет получать деньги со своих счетов. Ведь счета все находятся в западных банках. Но и они все заморожены. Все до одного. Поэтому, друзья мои, санкции вступили в силу. Не все. Напомню, санкции вступают в силу целиком 8 декабря. Я говорю о санкциях Евросоюза. И это будут основные санкции. То, что сейчас вступили 1-2 числа, это пока, назовем так, предварительные ласки со стороны США, Великобритании, Канады. Но без Евросоюза. Евросоюз там только относительно. Это пятый пакет санкций. Это то, что за мигрантов. А вот то, что за белорусов, то, что за... то, что Лукашенко творил в августе 20-го года. Это вступает в силу у нас только 8-го числа. И тут у нас будет еще время, скажем так, обсудить, а что же там еще вступило в силу. А вступит в силу очень много. И самое главное. Готовится уже шестой пакет санкций. Поскольку Лукашенко не успокоился. Сегодня опять атаковали Польшу. Опять 25. Поэтому готовится шестой пакет санкций. И если там в пятом пакете санкций мы говорили где-то о 30, 40, 20 фигурантах, например, объектах, скажем так, для этих санкций, то в шестом пакете санкций речь идет о 300. То есть наглухо забьют вообще все. Вот тогда и посмотрим. Вот тогда и посмеемся.